Тема лекции «Основные этапы письма». Литература по теме лекции. Основная литература – авторы Даровских, «Возникновение и развитие письма до алфавитной системы», «Реформатский», «Введение языка знания» и «Истрин», «Возникновение и развитие письма». На слайде вы также видите дополнительную литературу по этой теме. В лекции необходимо составить кластер. Кластер происходит от английского слова «гроздь скопления». При построении кластера учитывайте следующие рекомендации. В центральном овале расположите ключевое понятие. Ключевым понятием будет письмо. В овалах второго уровня расположите понятие, раскрывающее смысл ключевого понятия. Такими понятиями будут основные этапы письма. Пиктография, идеография и фонография. В овалах третьего уровня идет детализация понятий, упомянутых на предыдущем уровне. Расположите в нем основную информацию, касающихся основных этапов письма. Пиктографии, идеографии и фонографии. Первый вопрос лекции – общее понятие о письме. Письмо определяется как знаковая система фиксации речи, которая с помощью начертательных элементов закрепляет речевую информацию во времени и передает ее через расстояние. Письмо стало не только средством человеческого общения, но и средством накопления, хранения и передачи знаний, способным преодолеть пространство и время. Письмо – это закрепление звуковой речи при помощи начертательных знаков. Материалы письма. Материалы письма были твердые и мягкие. Твердыми материалами являлись камень, металл, штукатурка, керамика, кость, дерево. Это были надписи на твердых материалах и изучает их эпиграфик. Мягкие материалы были холст, шелк, папирус, пергамент. Письмена на мягком материале изучает палеография и ее ответвление папирология. Надписи на монетах исследует нумизматика. Надписи на печати – сфрагистика. Наиболее удобным пищематериалом явилась бумага. Этот лучший в мире материал для письма изобретен в Китае. Его изобретение приписывается Цайлуну – крупному чиновнику придворному китайского императора. Орудиями письма были резец, стилус, кисть, калам, перо, карандаш, чернила. Следующий вопрос лекции – основные этапы письма. Первый этап – пиктография. Древнейшими видами письма были послания и надгробные надписи. Пиктография – это первый вид начертательного письма. Это письмо рисунками. При таком письме передаются не звучание, а только смысл сообщения. Так, в рисуночном письме от стеков лук и стрела символизировали войну. Пиктография отличается от рисунка условным характером и тем, что имеет постоянное значение. На слайбде мы видим пример пиктографии, так называемый дневник эскимоса-охотника. Вторым этапом начертательного письма была идеография. Иначе ее называют логография. Пиктография утрачивает зрительный образ и превращается в немотивированный знак. В идеографическом письме каждый знак может обозначать слово в любой грамматической форме в пределе круга понятийных ассоциаций. Например, знак, изображающий ногу, может означать слова «ходить», «стоять», «приносить» в любой грамматической форме. Особое место занимают и диаграммы разделителей, знаки припинания, и диаграммы-классификаторы, выделяющие класс значащих единиц. Возможность передачи информации с помощью чистой идеографии очень ограничена. Поэтому этот тип письма существовал как переходный от пиктографии к словесно-слоговому письму. Преимущество словесно-слогового письма – это международный характер логограмм, меньшее число знаков на одинаковый отрезок текста. Поэтому логограммы применяются в качестве вспомогательных под систем письма. В современном мире к ним относятся цифры, алгебраические и химические формульные знаки. Древнейшей географической системой письма является египетская система, которая существовала с конца 4-го тысячелетия до н.э. также шумерская система письма, существовавшая с конца 3-го тысячелетия до н.э. К идиографической системе относят китайскую систему иероглифов и письмо Майя Центральной Америки с 1-го тысячелетия н.э. В египетском письме было три рода знака. Идиограммы, фонограммы, детерминативы. Идиограммы были двух типов. Фигуральные знаки имели прямое значение. Например, рисунок змеи обозначал змею. Символические знаки имели переносное значение. Например, рисунок пирамиды обозначал Египет. Фонограммы – это знаки для передачи слогов и звуков. Были такие знаки, которые называются детерминативы. Они показывали, к какому роду понятий относится следующая группа рисунков. Например, рисунок кучи обозначал множество и указывал на то, что последующие знаки имеют отношение к счету. Китайское письмо. Китайское письмо возникло в 15 веке до н.э. И состоит оно из иероглифов. Сложение иероглифов отражает способ словообразования в китайском языке. Например, если сложить два иероглифа со значением «род» и «собака», то получится слово «лаять». А если сложить иероглиф «глаз» и «вода», то получится слово «плакать». В китайском нет времен, падежей, суффиксов, окончаний и приставов. То есть ничего того, что входит в понятие грамматики. Китайские слова абсолютно неизменяемы. Они состоят из одних корней. Отсюда совершенно логично отекает то, что слова в китайском языке в большинстве случаев не имеют внешних признаков принадлежности к частям речи. Существительные китайского языка не различаются по родам, не изменяются по числам, не склоняются по падежам. Глаголы, как и существительные, не изменяются по числам, не спрягаются по лицам. Никаких наклонений также нет. Прилагательные не изменяются по родам, числам, падежам и не имеют степеней сравнения. На слайде вы видите систему иероглифов китайского языка в их развитии. От более конкретным к более абстрактным. Третьим этапом письменности является фонография. Фонография – это вид письма, в котором знаки передают слоги и звуки. В фонографии выделяют слоговое письмо, силабическое, и звуковое письмо. В слоговом письме знаки передают слоги. Древнейшие слоговые знаки возникли в начале третьего тысячелетия до нашей эры в Шумере. Слаговой знак возник из пиктограммы. Этому способствовало то, что в шумерском языке много односложных слов. Например, знак, обозначавший слово «стрела», стал обозначать слог «ти». Слаговым письмом было индийское письмо «диванагари». К совершенным слоговым системам письма относится японское письмо «кана». В нём всего 45 основных знаков. Слаговое письмо удобно для тех языков, в которых небольшое количество слогов и стандартные слоги. Звуковое письмо употребляется в тех языках, в которых количество разных звуков во много раз меньше числа слогов. В таких языках звуки обозначаются буквами. Различают два типа буквенного письма «консонантно-звуковое» и «вокализованно-звуковое». В «консонантно-звуковом письме» знаками обозначаются только согласные звуки. Таким письмом является арабское письмо. Вокализованно-звуковое письмо имеет знаки и для гласных, и для согласных. Такое письмо возникает у греков в начале первого тысячелетия до нашей эры. На основе восточно-греческого письма сложилось славянское письмо. На основе западногреческого письма сложилось латинское письмо. Алфавит. Алфавит изучает графика. Графика – это совокупность начертаний, передающих устную речь. В другом значении – это система соотношений между буквами алфавита и звуками. Алфавит – это совокупность букв какого-либо фонографического письма, расположенных в исторически установленном порядке. Происхождение алфавита уходит своими корнями в такие древние страны, как Египет, Финикию, Грецию. Финикийское письмо было консонантным. В нём насчитывалось 22 знака, которые обозначали согласный и полугласный. На основе финикийского письма возникает арамейское письмо, из которого развиваются 4 ветви восточного письма – еврейское, сирийское, иранское и арабское ветви. Из греческого письма развиваются алфавиты на латинской основе. Поскольку звуков было больше, чем букв, возникают диакритики и лигатуры. Диакритики – это буквы с дополнительными обозначениями. Например, в чешском языке есть буквы с дополнительным обозначением галочкой над знаком. Лигатуры – это буквы, состоящие из двух элементов. Примеры лигатур в польском алфавите и в немецком алфавите на слайде. На латинской основе возникли английский, французский, немецкий, польский, чешский и другие алфавиты. Славянский алфавит возник в конце IX – начале X веков. Было создано две азбуки – Лагулица и Кириллица. Создание азбук связано с деятельностью братьев Кирилла и Мефудия. Кириллица является творческой переработкой византийского алфавита – греческого уставного письма VII-VIII веков. Она получила распространение у южных и восточных славян. Общая схема развития алфавитов из греческого письма на слайде. На слайде мы также видим алфавит церковно-славянской письменности, то есть той письменности, которая применялась для древнерусского языка. На этом слайде мы видим знаки глаголицы. Как видите, они очень сильно отличаются от кириллицы. На следующем слайде мы видим фотографию киевского глаголического листка X века. Все языки делят на старописьменные, младописьменные и бесписьменные. К бесписьменным языкам относят языки Эфиопии и ряд языков Дагестана. Амодские языки – это живые бесписьменные языки, распространенные на юго-западе Эфиопии. Число говорящих на этих языках по данным конца 80-х годов составляет около одного миллиона человек. Как самостоятельный обед афразийской макросемьи они стали выделяться лишь в последнее время. Часть ученых относят амодские языки к западно-кушитской группе, ранее остальных отделившихся от пракушитского языка. Младописьменными являются языки, которые были бесписьменными, но сравнительно недавно получили письменность. Лекция завершена. Продолжение следует...